МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нам в город приезжают, то есть конкурируем даже со столичными какими-то... Если говорить о моем мнении, то оно здесь, наверное, менее важно. Более важное мнение, как раз, коллективов, которые сюда приезжают, зачем они приезжают. Во-первых, для них интересно выступить не перед жюри, а перед публикой. Потому что у нас нет жюри, нас совершает публика. Это очень большая проверка для коллектива. Одно дело, ты выходишь, к примеру, в своем родном институте, где половина знакомых при твоем появлении на сцене начинает выезжать, пищать, кричать и говорить, что все очень здорово. А другое дело, ты приезжаешь в незнакомый город, публика, который тебя, может, вообще никогда в жизни не видела. Это первое. А второе. На днях тут у нас в Рязани приезжал Дэк, сейчас вместе с Прилепином, с писателем. Мы так поволтали немножечко, в конце постояли. Он говорит, представляешь, в Челябинске когда узнали, что я из Рязани, мне сразу же говорят про черного кота. Мне приятно было это в конце концов, потому что знают. Знают, да. И считается он престижным, фестиваль считается. Причем престижным не из призового фонда, а престижным по составу участников. За эти годы вы видели, как эволюционирует танец, можно так сказать, я думаю, да? Конечно, конечно. Какие тенденции в последние годы вы наблюдаете в развитии? Тенденции разные. Мне бы хотелось бы наблюдать тенденции все-таки от шоу-хореографии в сторону хореографии умной. Но в формате черного кота это всегда будет паритетно. По той простой причине, что есть коррективы, которые работают именно на шоу, а есть коррективы, которые заставляют думать. Вот приведу два примера. Постоянные зрители знают, и те, и другие брали гран-при. В этом году победил Щелкунчик из Оренбурга. Это коллектив, который именно на сцене, в первую очередь, на шоу. В позапрошлом году победила Дистанция, в которой он тоже выступал и неплохо выступил. У них победа в номинациях. Они как раз претендуют на умную хореографию. Ту хореографию, которая качественна, но которая заставляет шевелить извилиными. Наверное, невозможно придумать какое-то компромиссное решение. И в этих двух направлениях всегда все это будет двигаться. Если мы говорим просто про хореографию. Не про хип-хоп и не про клубную номинацию, а именно про взрослые номинации, где выступают профессиональные коллективы. Но между тем, у некоторых зрителей, в том числе, существует такая точка зрения, что шоу немножко как раз отвлекает от хореографической составляющей. То есть здесь... Понимаете, это моя проблема. Я как режиссер должен сделать так, чтобы было интересно, чтобы это было на самом деле зрелищно. То есть не будет зрелищно, а ходить не будут. Потому что, что греха таить, я бываю, ну и в фестиварях бываю. У меня был прецедент, когда я однажды объявил номинацию в 3 часа дня, она закончена в 3 часа ночи. Все это шло. В Заре не осталось никого. В Заре были только те инжири, которые демонстративно с чашкой кофе. Вставали, выходили покурить. Просто ноги размять. Потому что это уже никому не нужно было, никому было неинтересно. А приехали люди со всех городов и везде. Поэтому у меня такой комплекс, отвечая на этот вопрос, нужно сказать, это же не просто паранойя фактически. Я всегда боюсь, что будет очень долго. С зрителем будет неинтересно. Поэтому стараемся сделать галоконцерт, финал, сделать его емким очень и очень серьезным одновременно. Но вот в этом году мы пошли на эксперимент. По отношению к прошлому году показалось нам, что слишком мало было танцев представленных в финале. В этом году мы взяли не 5-6 танцев, а по 7 брали танцев. Все хорошо прошло. Наверное, мы и останемся в таком формате. То есть в финал будут выходить 7 танцев в зависимости от качества номинации. Но все равно будем стараться, чтобы было зрелищно, быстро и емко. Чтобы зритель уходил из зала полностью удовлетворенный и не уставший, что самое главное. А если говорить о танце как искусстве, динамично развивается. И в последние годы появляются новые направления. Вот модное направление ВОК, допустим, пол-данс, пол-арт. Планируете вы включать, допустим, что-то новое? Или в рамках какой-то номинации разрешается выступать с этим? Тут все очень просто. Объясняется. Черный код. Мы к этим номинациям шли очень долго, к этому набору. И с 5 номинаций, которые позволяют любому коллективу, даже впервые приехавшему в Рязань, на базе своего готового материала, уже готовой программы, хорошо себя показать. У нас нет деления по стилистической направленности. Единственное, что мы только не работаем с танцами на паркете, потому что это спорт. И классическая хореография, это не наше. У нас определяют музыкальные материалы. Поэтому номинации являются слово, медленная композиция, рок, понятно, клубная музыка. А внутри номинации, ради бога, у нас и контент может быть ярко выраженный, и эстрадный танец, может быть, и народная хореография, может быть, внутри одной номинации, как это было в фолке в этом году, например, выступает. Вечерка выступает, и шацкие огни выступают, с казачьими плясками выступают. Дистанция работает на продвинутом очень материале. А Битстрит делает ярко-ярко шепот, который просто хочется хлопать. Так что здесь ради бога. Вы сейчас перечислили коллективы, которые уже известны всем, кто следит за Черным Котом. Это зарекомендовавшие себя команды. Были ли находки в этом году, открытия, так сказать? Да, в этом году была эта река Самарская однозначно, потому что они к нам не первый раз приезжали. Они были плотными среднячками, скажем так бы. Но это лучший коллектив, который не претендовал на первое место. В этом году они о своей одной постановке, худрук на районе больше, чем худрук, не просто зал порвали, это было удивительное. Я обратил внимание, что когда началась номинация «Фолк», весь зрительный зал прям так подобрался, подсобирался и ждал. Вот именно вот ждал. И когда я объявил, даже не объявил, город Самара представляет коллектив, зал запрещал река. Вот это уже, когда в Тарас они показывали его. Вот это было на самом деле приятное зрелище. Вот молодцы. На будущий год они тоже собираются к нам на 30-летие. Думаю, они в этом направлении могут еще много чего интересного, веселого сделать. Если говорить о 30-летии, есть уже какие-то задумки к юбилейному «Черному коту» или рано? Нет, не то чтобы рано. Нет, мы думаем, что ну как рано. Я постоянно об этом думаю. Полетнев тоже постоянно думает. Это же ведь, кто же знал, что это будет главным событием в жизни. Таким шампуром, на который все другие работы, все другие дела будут нанизаны. Думаю, мало кто знает, что я и журналистом был, что я на радио работал. И был худруком в Дворце культуры. Все знают только «Черного кота». Поэтому мы о нем думаем постоянно. Есть мысли. У нас были на разных юбилеях, таких интересных фактических, типа Кубка ветеранов, когда мы ребят, которые танцевали 10 лет назад, вывели меня на сцену. Есть мысли. Есть. Но единственное, что не все, что хочется, может, по одной простой причине, что сейчас ситуация в стране экономическая не самая ахвая. И надо сказать, что те коллективы, которые приехали из других городов, это маленький подвиг, потому что все-таки ехать черти откуда. И нам предрекали неуспех в этом году, что мало будет иногородних. Их было нормальное количество. Но у нас хорошая поддержка. Хорошая поддержка у нас со стороны правительства Лизанской области, городской администрации. Спонсорский пакет у нас довольно-таки успешный получается из года в год. Но какой будет бюджет, какой мы наскребем, сможем. А так, одна задумка есть очень хорошая. Не хорошая, не интересная, перспективная. Если получится, я с удовольствием скажу, что вот я ее так мутно анонсировал на вашем телеканале. Вот вы сейчас сказали о том, что был небольшой такой, может быть, страх, что иногородние не приедут в связи с экономической ситуацией. Между тем, танцоры это такие люди, которые, мне кажется, найдут средства выступить на нужном им фестивале, соревнованиях в любых условиях. Ну, приехать из Оренбурга, это не тысяча рублей попросить у родителей. Это вступительный взнос, это билеты, это все-таки проживание в течение трех дней. Вот, будем надеяться, но тут еще такая мысль проскочила у нас в деловом общении с коллегами, что вполне возможно, что многие специально затаились до 30-летия, чтобы приехать именно на юбилейный. Мало 29-е мы пропустим, а уже на юбилейный приедем, потому что там престижно будет выступить и интересно будет. Такой фактор вполне возможен с нашей точки зрения. Ну, во всяком случае, я вот основной пул коллективов, которые собираются на 30-летие, я уже знаю, потому что мы с ними говорили, даже те, которые в этом году не были, стиль питерский собирается обязательно на следующий год переехать. Вот, то есть, я думаю, где-то 5 коллективов, которые уже брали гран-при, на юбиле наши соберутся. Если говорить об уровне, допустим, много иногородних приезжает, интересен все-таки уровень, допустим, танцевального искусства в нашем городе, в нашей области. Ведь он достаточно неплох, команды показывают себя. Он не просто неплох, в этом году мы считаем прорыв определенный был, потому что, ну, с Николаем Викторовичем, когда был сборочный тур «Рязанский», только один коллектив не взяли из тех, кто... Потому что уже понятно, молодым нашего хореографа «Рязанским» Планка, от которой точка отсчета, как прессать надо, прессать не смысл на сцене, а стартовать. Вот. И в этом году у нас много очень рязанских коллективов, новых много рязанских коллективов. Те коллективы, которые выступали, сделали значительнейший шаг вперед, с моей точки зрения. Я так вот сейчас вот навскидку буду говорить. Ансамбль «Рязань», «Шаги», «Верес». То есть ребята, которые вышли в финал с серьезной умной хореографией, подчеркиваю, серьезной умной хореографией. Вот. Нас это очень радует. Это просто подчеркивает что-то политика, которую мы все вместе строим, а именно это черный котенок, черный кот. То есть молодые детечки должны расти, потом выступать на фестивале, а потом они уже распочковываются, от своих коллективов делают, свои команды, свои бригады делают. Кто-то работает именно как хореограф, кто-то собирается именно для черного кота. То есть вот долго-долго мы занимались. Вот в этом году как раз создал этот выхлоп состоялся. И что самое главное, они вышли в финал, наши рязанцы, не потому что они мои любимые, вот. Не потому что там выступают чьи-то детишки или там чьи-то женихи с невестами выступают. Они вполне ослуженно реально вышли в финал, и поэтому получилось хорошее во многом благодаря рязанской хореографии. Это важно. Будем ожидать тогда еще, что покажут нам рязанские, в том числе, команды в следующем году. Не успел завершиться 29-й фестиваль, да? Не успел завершиться 29-й фестиваль «Черный кот», как мы уже с нетерпением ожидаем следующего, 30-го, юбилейного. В нашей студии был Игорь Крысанов, режиссер, продюсер и ведущий знаменитого фестиваля «Черный кот». Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин